Салюта всем, дорогие друзья, с вами Дода, восьмидесятая серия. Дел-то потихонечку он клонится к соточке, друзья. Ну, поехали. Итак, совместное прохождение Room Total War с моим коллегой Сергеем Шкайдуром. Ссылка на его канал, кстати, в описании. Итак, фракция NoMedia, лето 195-й год до нашей эры. Давайте посмотрим, какие успехи. Нифига себе, Сарды взял, Дергей. Ну, это... Это офигеть. У нас три города, получается. Взяты Сарды, и была какая-то героическая битва, где Дергею удалось. Давайте попробуем ликвидировать. Убийству не удалось. Пошел ты нахрен. Так вот тут агент. Я выполню любой приказ. Шпионит. Да. Этого. Я выполню любой приказ. Да. Шпионит. Проникаем агентами вперед. Ну, что я могу сказать? Сергей просто... Просто гений какой-то. Непонятно, как ему это удалось, но... Красавчик. Так, тут перемещаем тайных агентов. Давайте занимаемся контрразведкой. Да, мой господин. Двигаюсь к берегу. Я выполню любой приказ. Наводняемся тут шпионами, для того, чтобы все видеть. Так, а тут у нас армия, которая плывет к Некомедии. Сифакс-завоеватель. Нет, никакой ошибки нету. Я хочу захватить Некомедию. Мы захватим ее совсем скоро. Так, хорошо. Что у нас... Давайте посмотрим, что у нас по этим городам. Значит, тут у нас идет переобучение. Крестьян. Крестьян. Я тут, извините, не соглашусь с моим коллегой. На мой взгляд, нам что-то нужно посерьезней. А на агре... Да нет, кавалерия вот. Не знаю, как-то я думаю, что нам тут надо поднабрать немножко армии сейчас. Вот. Хотя бы чуть-чуть, потому что сейчас тут потоки идут. Нам надо укрепляться, держаться. Ну, а дальше уже... Дальше уже, да, пойдем. Тут у нас храм Баала. Дальше давайте канализацию. Тут вот... Ну, 40%, да, логично. Сносить не надо. Мой коллега, конечно же, и не стал сносить. Канализацию давайте здесь. Тут у нас что? Вообще, храм Зевса 30%, а... Этот нам что дает на максимуме? 40%. Вот в пергаме можно бы снести. Ну да ладно. А ты не, давайте. Снесем. Так, хорошо. Одну секунду. Так, это я просто чихнул и включил на секунду микрофон, чтобы вас не пугать громкими звуками. Так. Тут у нас... Господин! Да, мой господин. Мой повелитель. Ага. Хорошо. А это куда армия? Подсорды! Ну, давай, да, подсорды. Я согласен. Я согласен, что подсорды. Ходы сделаны, господин. Здесь невозможно проплыть, господин. Ставить паруса. Могучий полководец. Так, подождите секундочку. Мой повелитель. Не работает? А, так у него все то же самое. Окей. А, потому что вот я не в ту сторону перебрасываю. Так, давайте вот так мы сделаем. И выведем вот этого вот командовать. Так, здесь готовимся объединить войска. Хорошо. Тут вот этих... Дебрасываем в Ларису. Буква М. Не работает. Ладно, потом все это распустим. Так, хорошо. Тилис. Все понятно. Так, перемещаемся потихонечку кверху. Так, тут. Ага. В Керсонесик мы высадились. И Сергей готовится уже. Следующим ходом мы пойдем. Так, тут. Я хочу смотреть, что с Танайсом. Да, кстати, в Танайсе-то нет ни хрена войск. Окей, хорошо. Так, что у нас по поселению Етов? Так, тут Сергей уже говорит, пора, пора вытаскивать. Кстати, у нас тут есть... Мельхердем. Сейчас мне говорит, геллон болезненный. Он просто ни о чем. У него столько проблем. Давайте вот это сюда перебросим. Ну ладно. Остальное... Ладно, хрен с ним. Выведем его. Да, давайте. Вот эти войска ныне полезные для нас. Вытаскиваем здесь. Минутку. Ага, крестьяне. Окей. Засовываем их сюда. Перебрасываем. Значит так. Ну, крестьян однозначно сюда. Анагры. И вот несколько отрядов хотя бы сюда. Так, подождите, а мы поселение Скифа вообще захватывали? Или это Сергей захватил? Ребят, а у меня крейзи, я не помню. Ладно, если это сделал не Сергей. Сейчас. То Леонс, короче, кто бы не захватил этот город, молодец. Я не помню, честно. Ну, давай ты, ёлки-палки. Я хочу опыт перебросить на 81. Ладно, не получается. Окей, хотя бы пока что вот так вот сделаем. Так, сколько тут лучников? Раз, два, три, четыре. Ну, тут ещё эти ребята. Давайте кавалерию лучше. Вот, отлично. Так, ну тут армия, в принципе, готовится. Её можно отправить на Тайнаис, можно отправить на Сарматину. Сначала Северный фронт. Так, ага, тут уже идёт переобучение по полной. По полной, по полной. Так, эээ, хорошо. Да, давайте, пускай у нас здесь идёт переобучение. Собираем тут единую армию. Тут. Такое ощущение, как будто немножечко пострадала армия. Так. Тут Сергея прям... Да, да что ж такое? Да почему британцы такие вдруг сильные и стали к последнему городу? Это что за хрень вообще? Хорошо, что они раньше не стали такими сильными, когда мы только начали с ними воевать. Вообще бы на хрень проиграли бы. Ой, да что ж такое? Готи! Вот это вот всё, вот это уж Мондефейний. Я бы вывел, честно бы сказать. Давайте отправим в качестве подкрепления. Блин, надо было на мост встать. Вот. Я допустил ошибку. Первую, не единственную. Не первую, не последнюю, да. Хорошо. Тут всё, всё делаем. Значит так, гелон болезненный. Я не знаю. Есть вариант его отправить туда, на север. Потому что у нас есть большие проблемы с севером. Мы никак не можем ни поселение Венедов взять, ни в доме сдулись взять. Уже какая-то катастрофа буквально. Но всё-таки пока что обождём. Обознатушки такие сделаем. И как будто бы чуть-чуть поставим на паузу. На паузу это решение. Что у нас тут? Ну да. Тут надо чуть-чуть пододвинуть. Пионами мы тут всё наблюдаем. Тут знаете, какой у меня есть мысль? Какой? Какой у меня есть мысль? Какой у тебя мысль, Додыч? Ну давай, расскажи про свой мысль. Ай, косноязычный идиот. Так, ладно. Давайте. Вот так мы сделаем. Сделаем сюда. И я хочу Кирену захватить. Блин, тут мор. Кирену Вилантиона хочу захватить. Отсылка. Угадайте к чему. Так. Ладно. Тогда подождём пока. Но всё равно подплывём сюда. Дальше будем решать. Так, конюшня. Конюшня здесь строится. Это отлично. Что ещё? 265 общественный порядок. Нихрена себе. Офигеть. 265 процентов. Слушайте, это вообще... Максималка. Смотрите. 165. 265. Как это вообще нахрен удаётся так? А, потому что тут не считать 10 процентов. Расстояние до столицы 20, волнение 10. То есть, совокупно минус 40. А гарнизон даёт 80, закон 30. Здание 15, влияние 15, ставка 30, чудо 30, здоровье 5. А, у нас чудо же ещё. Чудо новогоднее. Ну, подождите, тут всё равно не будет же 265. Ну-ка. 80 плюс 30. 15 и 15. Это 30. 60. Ну, 20. Минус, потому что 40. Это 100. 130. 130. 160. 165. Так, 165, не 265. Ну-ка. Так. Друзья. То ли я сошёл с ума. То ли игра сошла с ума. Ну, тут же 100. Ну, просчитайте. Вот, я всё показал же. Посчитайте плюсы, посчитайте минусы. Ну, тут же 165, а не 265. Я и думаю, 265 это вообще чё за... Чё за, извините, сейчас, это самое. Я не могу такие слова произносить. Ну, может, тут, конечно, есть что-то. Ну, плюс 1 к законности. Вот это вот, типа. Вот этого столько, что ли. Плюс 2 к беспорядкам, ну и плюс 2 к законности. Оно... Равновесило. Ну, я, извините, этого не вижу. Не знаю, не вижу. Так, где он у нас, дипломат? Жду вашей команды. Убираем вот эту вот фигню. Сейчас же поговорю с ними. Мой повелитель. Вот с этим иди и поговори. Я не хочу, чтобы это было на нашей территории. Вперёд. Так, что у нас тут? Вновь Сергей... Отправляется в бой, не дождавшись. Подождите, стоп. А, вот оно в чём дело. Всё. Окей. Отлично. Это Сергей добавил. Думал, что я тут нанимаю войска, а у меня всё было рассчитано. Окей. Значит, тогда всё, друзья. Всё. Тогда сейчас следующим ходом сражаемся с капитаном Асентизоном. Ну, в общем, как Асентизатор. Что-то такое получилось. Так, а тут мы... Да, атакуем. Ну, тут можно... Можно, можно, можно по-разному, на самом деле. Тут можно пойти... Истинный римлянин, кстати, вот так вот. Тут можно пойти вручную, а можно зарешать автобоем. Но автобоем я боюсь, что генерал сбежит. А вручную, я боюсь, много потерь будет. Двести сорок четыре! Так, всё. Больше никогда не применять автобой. Окей. Ладно, пофигу. Потом переобучимся воске. А, нет, стоп. Куда я пошёл? Не-не-не-не-не. Вот у нас есть точка. Вот его надо уничтожать. Вперёд. С песней, с музыкой, с плясками. Всеми делами. Вперёд. Так, да, потом комосика уничтожаем. Хорошо. Почему у нас капают столько войск вообще? Можно распределить? Так, стоп. Мы захватили же чудо. Чудо, точно же. Сорды. Хамартомиды и ферской. На 30% стоимость новых религиозных учреждений. Ну, это хорошо, кстати. Полезный бонус. Полезный бонус. Кстати, а что у нас по чудесам света? Мы вообще долгое время вообще никакими не владели. А сейчас завладели фактически всеми. Что осталось-то? Остались, по-моему, сады семи... Вот эти... Сады? Висячие. Всё же? А, нет же, ещё вот. Маяк и пирамиды, точно. Точняк, точняк. Хорошо. Так, ну тут мы пробежались. Мы тоже пробежались. Так, теперь давайте по городам. По городам пробежимся, посмотрим, где что строят. Так, по-моему, Сергей... Ага, у нас везде всё строится, судя по всему. А где что не строится, так там нечего строить. Да, мой коллега пробежался. Да, мой коллега пробежался, всё ясно. Даже нет смысла проверять. Хорошо. Ну тогда ход, наверное. Такое ощущение, что я что-то... А! Ёлки-балки, не комедию-то! Не комедию-то! Кто будет брать? Так, ну чё? Сейчас такие потери будут. Ладно. 320, да, охренеть. Ну, уничтожаем жителей, естественно. Но я экономлю время, друзья. Просто экономлю время для вас. Всё, друзья, для вас. Всё для вас. Так. Хорошо, не комедию мы вырезали. Храм Зевса? Что это за храм Зевса? 10% полная фигня. Полный... Порт? Серьёзно, они порт не построили? Так, а я это не могу понять. А тут что, нельзя? А-а-а! Тут казарм нету. Ёлки-палки. Тогда тут казармы надо строить. В первую очередь. Мне легионеров надо переобучать. Блин, надо было идти вручную. Я ошибку совершил. Я совершил ошибку, за которую мы будем теперь платить. Мне надо было атаковать вручную. Завоевать чисто кавалерии. Уничтожить. И не было бы проблем. А так я вот, да, совершил ошибку. Ошибку, ошибочку, ошибочку. Ошибку, чучечку. Да, это плохо. Это плохо. Ну, а Трофея, что поделать? Хотелось... Как говорится, как быстрей, получше. Её из них... Жиг-жиг-жиг. Ну, носи готовенького. А, не получилось облом, Петрович. Получился, конечно. Ну, вот я, собственно, здесь всех переобучил уже. Кого мог. Стена вообще была чистоколом. Чё я испугался-то вообще? Я вообще подумал, что тут каменная стена. Сейчас думаю штурмовать. Нет, это была большая ошибка. Взятие не комедии, моя большая ошибка, друзья. Не то, что факт взятия, не комедии. А то, как я это сделал. Большая ошибка. Я тут крестьян бы нанял, чтобы можно было вот эти все войска с Родоса вывести. Надо стать в Покедонии. 1807. Хорошо. Ну, чё, наверное, ход? А-а. Вот, да. Увидел. Тоже этот корабль. И обучаемся. Ход. Да, они меня атаковали вдвоём. Ну что, друзья, решающая битва. Очень будет тяжёлая она. Очень много хороших, опытных, качественных войск. Но у нас есть лучшенькие. Ну, погнали. Ну, погнали. Они ставят, нивелируют. Они ставят, нивелируют. С выбором погоды, нивелируют моё преимущество. ДЛК. Зараза такая. Так. так не бегите да в принципе ничего особо делать не будем так вперед начать битва сразу же пауза потому что мне надо сразу же пойти на сближение отправим их в загробный мир сразу же идем сближаться и лучники сразу стреляют раз два три четыре пять я смотрю лучники могут увидят цели кому вы стреляете так пауза пауза кавалерия пожалуйста на один фланг а нет с такой стороны стоите до вас вот на этот фланг пожалуйста хорошо заходим и готовимся кидать пилумы 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 ну не пилумы смысле копья копья блин уже приближаются зараза еще в атаку что ли пойти ладно пошли в атаку подключение кавалерия на подключение пошла зажимай 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 хорошо а теперь атакуйте и мы сломим их упрямство пошла кавалерия лучники заткнулись на хрен трусливо бежали вытесним их с поля боя молодцы так пауза и перестраивайтесь для встречи гостей соответственно а у нас кавалерия я прошу решить вас вопросы организационного характера сегодня боги улыбаются нам вражеский капитан дубноликс погиб и его люди потеряли мужество варвар военачальник с этой стороны перестраиваемся первая 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 он идет в атаку пошли 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 только не генерал 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 уходит а генерал наш уходит пожалуйста вражеский полководец показал чего он стоит вражеский есть хорошо так перестраивайтесь быстренько убит теперь мы увидим насколько храбры его солдаты велокат серьезно велокат как самокат только велокат ну окей так у нас убегают солдаты соответственно мы догоняем я приказываю ускориться лучником попробовать настрелять в спину по отборным мечников не хочется сражаться с ними вручную только им удастся успеть пошли против прочников работать все есть враги трусливо бежали вытесли готова да бой кстати получился неплохим достаточно солидным 39 на 60 и потянет такие же большие в сравнении с тем что мы вырезали обе армии два генерал и капитан соответственно были уничтожены да велокат велокат надо же такое имя смешное отличный бой наконец-то мы переломили ситуацию на северном фронте но смотрите-ка там еще там еще один колкипи фиак да давайте возьмем премиум фиага в семью итоги периода плюс 28000 объявление фракта у нас новый член семьи сообщение оставить окей сообщение на наборе окей так свадьба торжества где ты фиак а фиак у нас в карфагене причем знаете что самое интересное тут уже два их скопилось ух и фиак ну-ка давайте-ка обоих выведем у нас остался да гая 36 лет который управляет вот интенданта можно попросить гая выйди на секунду переброси интенданта хоть кому-нибудь объединяем войска да он перебросил окей так это не то сборщик налогов торговец зерном математик торговец стрелком так ну все все остальные окей так гая возвращаем назад в карфаген а вы у меня двое хлопчиков а тут у нас еще 17 летний но 17 летний кстати это управляющий вообще-то так то понятно управляющий но надо его куда-то отправить управлять а куда но тут уже на пальме 62 он доживает свой век тут 21 молодой ну чё надо куда-то сюда отправить ах не надо его вот сюда отправить давайте его в спорту отправим сюда его отправляем управлять куда-нибудь сюда его закинем ущей управляет так тут у нас кто ну фиак да мы знаем две звездочки командования обург один хорошо ну вот их обоих можно так то так то их обоих можно так то отправить в кирену пускай у нас будет два генерала там а почему нет вдвоем принимать решение легче молодежь так точки зрения вместе будут чему-то учиться ну а это шутка конечно не на самом деле одного просто можно будет оставить в кирене а второго если что отправить против сиф но это вряд ли возможно так ланенько что у нас тут северный фронт так у нас новый кагедуб трибанаты атакуем его он отступает далеко ли он отступает нет он отступает на мост но мы вынуждены его уничтожить будущий лидер фракции ну давайте пошли а у него кто там мечники окей погнали в бой в бой какой план сейчас надо лучниками расстрелять кавалере а так тут брод а есть еще один . но все Так, начинаем битву, сразу пауза. А-а, окей. Поехали. Итак, сейчас мы уничтожаем его, после чего осаждаем Домус Дулис. А к поселению Венедов, ну, к поселению Венедов подходим потихоньку. Первая скорость. Поехали. У него же тяжелая конница, а у меня легкая стрелковая, так что... Преимущество на нашей стороне. Кидайте копья в варвара. Алло. Так, пауза. Лучники, вы там вообще начнете стрелять когда-нибудь или нет? А вы знаете, что ему похрен? Ага. Ну, окей. Хорошо. Ну, давай. Нет, вражеский полководец побежал. Это все просто блестяще, но мы его не убили. Вот он тут где-то остался и не бежит, зараза. Ребят, только не упустить. Красная зона уже близко. Не упустить. Убить! Молодцы. Умнички, зайки мои. Отлично. Кыгидум Тринобанты, а Тринобанты погиб. Ну, собственно говоря, да, потери он нам некоторые нанес. Ну, не плевать ли. Генерала мощного достаточно уничтожили. Так, ну что, я надеюсь, что все. Больше неожиданно не придут какие-то армии к дому сдулису. На этом окончился весь этот бред. Цирк с конями. Остался у них один лидер фракции. В городе. Окей. Так, Арамчик. Арамчик, тебе пора. Чик-чик-чик, Арамчик. Ну, тут тоже заодно. Давайте куда-нибудь сюда, в сторону Сарматии, вот, подвинемся. Так. Да, для более глубокого понимания ситуации. Так, тут Херсонес, собственно говоря. Берем штурмом. А у нас... А, у меня уже время кончилось. 31 минута. А я хотел эту щель сделать достаточно короткой. Окей. Так, ладно. Так, что у нас в Танаисе? Танаис, я прыгнул. Ну, вот я не знаю, что мне делать с этой бедой. Мой повелитель. Я не знаю. Блин. У меня два сейчас варианта. Вот просто я думаю уничтожить этого, потом пойти на Танаис. Или сразу пойти на Танаис, а этот хрен с ним. Вот этот вот чел. Арам тут сейчас пойдет. Ну, блин, Арам-то ладно, хрен с ним. Кавалерия. Ладно, пошли. Танаис. Идем активно против скифов. Пора, в конце концов, заканчивать весь этот цирк. Так, хорошо. Тут идем, тут идем. Так, далее, далее, далее. Что у нас далее? А. Дальше армия. Здесь. Так, ну и тут погнали. Раз, раз. Так. Я больше не допущу этой ошибки. Мы идем в бой. Готовьтесь к бою. Штум Херсонеса. Я оставлю своему коллеге. Захватить Крым. Пускай он его отбивает. Соответственно. Ждать моего приказа. Лучше. Отряды, марш. Поехали. Поехали. Отряды, не берем его. Берем. Ой. У вас отряд исчез. Они атакуют нас. Ребят, только давайте с нулевыми потерями. Да, можно завершить. Победа. Хорошо. И она еще слаще от того, что одержана так решительно. Все, минус анули. Дальше. Вперед. В общем, зачищаем тут все. Так, ну что у нас тут? Да, надо сажать на флот. И дальше против Кирены. Тут, ну, подкупаем. У меня нет свободной армии. Лептис магну укрепляем. Да, тут мы тоже все видим. Не знаю, насколько вообще мой коллега решит, не решит захватывать Кирену, в принципе. Не то, чтобы это было наилучшим решением. Все-таки... То есть можно и клептис магни отправить. Армию в качестве подкрепления. Уходим! Ну вот, не знаю. С одной стороны, имеет смысл захватывать Кирену. Ну, как минимум, это город. Который мы тяпнем. Будет какая-то морская торговля, еще что-то. Так или иначе. С такой стороны, обороняется одну лептис магну легче. Ладно. Оставляю это моему коллеге. Я не буду ничего тут указывать. Так вот, сделаем и все. Так, тута. Объединяем войска. Значит так, пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Че, не хватает? А нагрой? Ну, трое нагрой достаточно. Ну ладно, пускай будет что-то. Так, лодку сюда. Восемь процентов? А, да. Вот, вот, вот. Должны сделать. Матка-боска, сколько же их тут, а? Ой, как больно-то, а? Ну, их просто миллиард. Конечно. Здесь. Я просто хочу потренироваться на ком-нибудь. С высокой точностью. Уничтожить кого-нибудь с высокой точностью. С убийцей... Да, видите. Не особо-то успешный человечек. Ладно, давайте вот этого попробуем. Вот, 32 самый высокий процент. Да, успех. Отлично. Но он не прокачался, к сожалению. Большого. Так, ладненько. Да, назад. Лодку вот эту тоже назад. Сажаем и отправляем сюда же. Собственно. А тут собираем новую армию. Сюда. Отправляем, отправляем, отправляем. Что еще? Никто. Так, последнее, что я хочу сделать, это посмотреть, нужно ли тут что-то построить из военки. Нет, ничего не нужно. Теперь просто пробежимся по городам. Папси ничего не строится. Фактически это очень плохо. Давайте... Да даже не знаю, что. Давайте лобное место. Хорошо. Миссана. Лудус магну. Хрен с ним. Пальма. Лудус магну. Алимин. Алимин. Ничего не строим. Тингий. Пусто. А каралис. Пусто. Выросла капуста. Юва вам. Ничего. Маганцак. Ничего. Астурика. Ничего. Это, блин. Я так хотел что-то построить. Родос. У нас на Родосе нет правителя? А. На Родосе. А я почему-то подумал, что это пальма. Ай. Дудя моя башка. Извините. Но это уже... Грюки. Родос. Ну, квартал купцов на Родосе, конечно. Салоны. Пролетаем. Готия. Ну, сел в оборот. Даммы. Ребор, дизгольный. Ничего. Нипте. Ну, а есть ли смысл? Да. Поселение гетов. 16 лет. А он у нас останется, да, здесь? Он тут останется править. Поселение гетов. Ну, давайте тогда ему академию построим. 16 лет. Совсем... Мальчишка еще. Пускай учится. Старо, кстати, вот-вот перейдет на уровень. На второй уровень. И Кидония, кстати, тоже скоро перейдет. Ну, на этом все. Итак, что мне оставить Сергею? Какой-то был бой. А, Херсонес, конечно, я ему оставлю. Но надо взять Крым. Все. Так, на этом мои полномочия все. Давайте отдаю правление своему коллеге Сергею Шкайдурову. Ссылочка на его канал находится в описании. Так, я последний раз чисто глазками пробегусь. Даже поднимусь немножко. Чисто визуально. Да, Домас Дуэлес. Ну, понятно, осаждаем. После этого вот эту армию оставляем. После Домас Дуэлес. И тут последний Венедов. В общем, надо вот эти два города захватить. Мы очень сильно отстали по Северному фронту. Честно говоря. Но надо захватить для того, чтобы дальше уже идти. Сарматия. Херсонеста. Наис. Потом, скорее всего, Алания. И Парфи. Вот это. Сакия-сакия, да. В общем, надо заканчивать с ними. И, может быть, мы даже сможем выйти на Кавказ. Египту просто в тыл ударить. Ха, Египет охренеет, конечно. Так. Ну, в общем. Да, всё остальное дальше уже. Ну, если что, Сергей меня подстрахует. Окей. Ой. Раза. Вот он. Секундочку. Надо подкупить его. Брать отсюда. Я сейчас же поговорю с ним. Получи такая. Так. Ну что, давайте подведём итоги. Итак. 70 регионов у нас под контролем. Осталось 33 города. 33 из них 20... 29. Нет, не 29. Уже меньше. 29, 28, 27, 26, 25. 25 городов у Египта. Из этих 33. По битвам. 524 сражения мы выиграли. 56 проиграли. Но сейчас, конечно, с Египтом не исключено, что мы тут будем что-то проиграть. Пока, наверное, мы будем просто удерживаться в городах. И как-то что-то пытаться сделать. Кстати, у меня тут мысль пришла интересная в голову. Я не знаю, одобрит ли её Сергей. Но я её сам себе одобрил. И критских лучников я хочу. Приказы. Да. Я хочу вот этой армией встать на мост. Вот. Я, конечно, понимаю, вы скажете, а как же капитан? Уах, какой капитан, да? Но если вдруг капитан... Уах, какой капитан, слушай. Пойдёт в пергам. Ну, мы эту армию просто вернём всегда в пергам. Это же не проблема. Зато на мост мы встанем. На мосту битвы будут выигрываться гораздо лучше. Так или иначе. Итак. По финансам. У нас торговля почти 100 тысяч, друзья. Но, правда, у нас, конечно, и содержание армии, как видите, уже к 80 тысячам приближается. Но, в общем... Но, в общем, жизнь. Сельское хозяйство, ну, никак, упорно не переходит налоги. Я не знаю, в чём дело. Обычно у меня налоги достаточно сильно отстают от сельского хозяйства. Ну, не прям так прям, чтобы супер. Но, тем не менее. Но, в этот раз, почему-то мы налоги получаем очень большие, а сельское хозяйство не очень большое. Хотя, вы сами видите, что... Ну, не знаю, вообще постоянно. Я вот вижу постоянно, как я строю то какой-то севооборот, то ирригацию. Постоянно севооборот или ирригация. Севооборот или ирригация. Причём я смотрю и Сергей то же самое. Мы постоянно строим севообороты. Не знаю, у меня такое ощущение, что мы в некоторых городах севообороты построили по 2-3 раза. Не знаю, как это работает, но как-то это работает. Ну, и по дипломатии, да, мы воюем со всеми, кроме Парфиан. Но, в причём того, что скифы под Парфией. Так что, считайте, что мы с ними воюем. Ну, в принципе, это логично, что мы воюем со всем миром. Потому что мы больше, чем половина мира. Геонорическое древо. Если вдруг кому-то это по какой-то причине интересно. Я покажу. Вот так, да. Последнее, что я хочу показать, это города. По населению отсортировать. Вам показать. Вот так. По общественному порядку показывают только, ну, 260, ребят, процентов. Я... Я хз, как это работает, ребят. Честно. 200. Я не знаю, с чего вдруг у него 260. Ещё раз. Вот все характеристики. Вы можете посчитать. Посмотреть. Как это? Что это работает? Ну, не знаю. У меня не получилось. У меня 160 получилось. В общем, по общественному порядку показываю наилучший, показываю наименьший. Кстати, вот так надо сделать. И то же самое по доходу. Показываю наибольший доход и показываю наименьший доход. Ну, и теперь графики. Итак, живые фракции. По общему балансу мы идём вперёд. Все остальные падают вниз. В том числе, кстати, Египет. Ну-ка, военная сила. Кстати, друзья, вы знаете, судя по всему, мой коллега, я-то ещё, по-моему, активно с Египтом не воевал. Или воевал. Слушайте, а у меня вообще была хоть одна такая вот прям, ну, масштабная битва с Египтом? А, по-моему, нет. Я не помню, друзья, что у меня была масштабная битва с Египтом. По-моему, у меня ещё в Сирии не было. Ну, в общем, ну, мой, как видите, коллега достаточно эффективно крошит египетскую армию просто в капусту. И, ну, у нас военная сила растёт, у Египта падает. Будем надеяться, что когда-нибудь мы бы станем самой сильной фракцией. Производство. Ну, да, кстати, просто показываю вам Дом Брутов на своём пике. Производство, ну, тут всё понятно. Территории, ну, естественно, опять-таки, Дом Брутов для сравнения. Финансы. Вот тут тоже Дом Брутов очень интересно посмотреть по сравнению, потому что когда-то Дом Брутов был самой богатой фракцией. Как видите, мы ещё не дошли до этой точки. Но мы стремимся. Финансы у нас, конечно, как только мы захватили Грецию, как видите, просто взлетают. Ну, что я, собственно говоря, предсказывал. У Египта, кстати, ну, так, средненькие финансы. По населению у нас активный рост. Да, мы перевалили за миллион. Я вас поздравляю, мы более чем миллионное государство. А Египет где-то, ну, на 600 тысячах он и застрял. Даже там где-то чуть поменьше уже стало, потому что то она шла вверх, то теперь уже всё. Остановка пошла, потому что мы начали завоевывать города, мы начали их отбирать, соответственно. Ну, в общем, и вот так вот ещё разочек. Так, я сохраняюсь на Крым. Пускай мой коллега занимается захватом Крыма. Ну, а я вам всем говорю большое спасибо за просмотр. Не забывайте, если у него понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВК, ссылка в описании. Также все серии смотрите отсортированными уже заранее в плейлисте. Всё, все ссылочки есть в описании. А я вам всем говорю большое спасибо за просмотр. С вами был Дода. Всем удачи и всем пока.